Добрый день дорогие зрители, с вами Open Science in Ukraine и меня зовут Гуслистый Артем. В этом видео я расскажу вам о относительно новом плагине от Public Knowledge Project Team, который является разработчиками OGS. Плагин называется Crossref Reference Linking. Что это такое? Вы видели в прошлом видео, если не видели, то посмотрите материал о том, что такое открытые библиографические цитаты, для чего это надо и с чем его едят. И вот в новом релизе OGS 3.1.2 разработчики решили добавить плагин, который автоматически подтягивает список литературы из метаданных статьи. То есть это очень и очень хорошая и полезная функция от ПКП. Это существенно экономит нам с вами, как редакторам, свое время на открытие библиографии. Это надо делать 100%. И сейчас я вам покажу, как его настроить, как им пользоваться. То есть для начала мы заходим в админ код OGS. Версия должна быть 3.1.2 обязательно, потому что на ранних версиях оно не поддерживается. Вот видите версия 3.1.2. Если у вас эта версия хорошо, если у вас версия более ранняя, то есть вам необходимо связаться с вашим администратором сайта и попросить его обновить. У вас, допустим, уже версия 3.1.2. Что нам надо сделать для того, чтобы активировать этот плагин и начать с ним работать? Мы заходим с вами в Settings Website, выбираем плагины, галерею плагинов и ищем здесь этот плагин CrossF Reference Link. Далее мы нажимаем Install, соглашаемся. Все, плагин включен. Загружен, вернее. Теперь нам надо его включить. Мы на страничке установленных плагинов. Листаем вниз до Generate Plugin, до основных плагинов. И ищем здесь CrossF Reference Link. Видите, у нас он уже включен. После этого мы заходим в наши прошлые выпуски. Либо же это ваши будущие выпуски, если вы будете только добавлять номер. В данном случае у нас это прошлый выпуск. Выбираем наш интересующий нас выпуск. Выбираем статью, которая нас интересует. Но вообще по-хорошему надо все выпуски так сделать. И все статьи в каждом выпуске обязательно. Мы сейчас покажем на примере одной статьи. Заходим в Submission. В статьи. Выбираем вкладку Metadata. Metadata и References. Здесь у нас уже активированы они. Сейчас я покажу, как оно у вас по умолчанию будет изначально. Вот такой вид будет у вас, когда вы зайдете в Metadata и References. То есть у вас будет здесь просто идти ваш список литературы. Конкретно этой статьи. И будет вот такая вот надпись от плагина. Единственная функция это извлечь и сохранить ваш список литературы. Нажимаем на кнопку. И вот в таком виде оно извлекает список литературы. В прошлых версиях была тоже похожая функция, но сейчас они ее более адаптировали и сделали, скажем так, более удобной и упрощающей нам редактором жизнь. После этого мы закрываем это окошко. Теперь проверим в Metadata, чтобы обязательно было DOE в статье. То есть обязательные два условия это DOE и это список литературы при включенном плагине. Теперь нам надо загрузить эту DOE в статье в CrossRef. Заходим в Tools Import-Export. В CrossRef XML плагин. Выбираем наши статьи. И выбираем те статьи, которые нам необходимо загрузить. В данном случае у нас только одна эта статья. В виде примера. Проверяем, чтобы галочка не стояла. Нажимаем download XML. Вот скачался наш файлик. Мы его откроем, покажем сейчас. То есть метаданные точно такие же, которые были и до этого. Типовый файлик XML для CrossRef. Единственное исключение. Тут добавляется код CetrationList. И вот здесь вы можете увидеть каждый пункт списка литературы, который был добавлен к статье. Вот они идут. После этого мы загружаем этот файл в CrossRef. Загружаем файлик в CrossRef. И ждем. Вот вы видите, что процесс прошел, но закончился. Открываем, посмотрим, что оно загрузило. Вот отчет о загруженном XML файле. Здесь мы видим, что отображаются DOI и отображается K, который ключ в присвоенный списку литературы. Давайте сравним. Вот 17682K. Он у нас соответствует вот этой статье. То есть у этой статьи есть DOI. Вот здесь это видно наглядно. Вот пункт списка литературы, который отсутствует в DOI. А вот который имеет DOI. Тем самым вы буквально выполняете те же функции, которые делали до этого плагина. То есть загружались такие вот JS, присваивали им DOI, скачивали XML и отправляли его в CrossRef. Только теперь буквально нажимая одну кнопку Extracted References у вас получается открывается вся библиография. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. До свидания.